ПЕСНЯ 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 Ныне живем мы в этом мире, как дитя в утробе, терпя стеснение и не будучи в состоянии видеть блеск и свободу грядущего века. Когда же наступит время рождения и настоящая жизнь всех воспринятых ею людей изведет на день суда, тогда недоношенные существа из мрака перейдут в мрак и скорби в тягчайшую скорость, а совершенные и сохранившие черты царского образа предстанут царю и вступят в то служение, которым служат Богу всех архангелы и ангелы. Не истреби же, друг мой, до конца этих черт наших, но поскорее восстанови их и приведи в лучшее состояние. Телесную красоту Бог заключил в пределах природы, но красота души как несравненно лучшее телесного благообразия, свободна от такой необходимости и подчиненности и вполне зависит от нас и от воли Божьей. Человеколюбивый владыка наш и тем особенно почтил рот наш, что менее важное и мало полезное для нас, потеря чего безразлично, подчинил естественной необходимости. Распорядителями истины доброго сделал нас самих. Если бы Он сделал нас властными и в телесной красоте, то мы и лишь лишнюю заботу получили бы и все время тратили бы на бесполезное и весьма вознерадели бы о душе. Если теперь, когда не дано нам такой власти, мы делаем все и употребляем все усилия к тому, и не имея силы на самом деле, позволяем украшать себя цветами, красками, складкой волос, убранством одежд, расписыванием глаз и множеством других хитростей, и придумываем себе такую красоту, то стали ли бы мы прилагать какое-нибудь попечение душе и о высоких предметах, когда бы имели возможность придавать телу действительно прекрасный вид? Может быть, если бы это было нашим делом, и у нас не было бы никакого другого дела, но все время мы проводили бы в том, чтобы рабу украшать бесчисленными прекрасами, а госпожу ее хуже всякого невольника оставлять в безобразии и пренебрежении. Посему Бог, освободив нас от этой пагубной заботы, вложил в нас способность к лучшему делу. Так что не имеющий возможности сделать тело из безобразного красивым, может душу свою хотя бы она не зашла до крайнего безобразия возвести на самый верх красоты, и таким образом сделать ее достолюбезную и привлекательную, вожделенную не только для добрых людей, но и для самого царя и Бога всех, как и псалмопеец, рассуждая об этой красоте, сказал, и выжелает царь красоты ее, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Псалом 44, 12. Не видишь лея, что и в зазорных домах к женщинам безобразным и бесстыдным едва ли приблизится даже единоборциям беглые и борцы со зверями? Если же какая женщина благообразная, благородная и следливая, по какому-нибудь обстоятельству впадет в такую крайность, то и иной, и из весьма знатных и важных людей не постыдится вступить в брак с нею. Если же у людей бывает такая жалость и такое презрение к славе, что они часто, и обещанных под эту кровлю женщин избавляют от неволи и берут себе в супруги, то не гораздо ли более возможно это у Бога по отношению к душам, которые по насилию дьявола не спали, из первобытного благородства в блуделище настоящей жизни. Множество таких примеров ты найдешь у пророков, когда они обращают речь к Иерусалиму, который также впадал в блудодеяния, и при том в некоторое новое блудодеяние, как говорит Иезекииль. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала всем любовникам твоим и покупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобой. У тебя блудодеяние твоих было противно тому, что бывает с женщинами. Не за тобой угонялись, но ты давала подарки, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Иезекииля 16, 33-34 И еще другой Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как оравитянин в пустыне сквернила землю блудом твоим и лукавством твоим. Иеремия 3, 2 И так и город столь блудодеянный Бог опять призывает к себе. Самый пленный иудеев был не столько для наказания, сколько для обращения и исправлений. Потому что, если бы Бог хотел решительно наказать их, то не возвратил бы в Отечество, не воздвигал бы еще более великого и блистательного и города, и храма. Славы сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Иогея, 2, 9 Если же Бог не лишил покаяния города, многократно блудодействовавшего, то гораздо более примет твою душу, подвергшуюся первому падению. Поистине, никакой плотолюбец хотя бы крайне распаленный не пламенеет так любимой им, как Бог желает спасения наших душ. В этом можно убедиться как из повседневных событий, так и из Божественных Писаний. Смотри, у Иеремии в самом начале и во многих местах у пророков, как Бог бывал пренебрегаем и презираем, и как Он опять приближался и искал любви, отвращавшейся от Него, что и Сам Он Евангелие выразил словами. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих, посланных Тебе. Сколько раз Я хотел собрать детей Твоих, как пицца собирает пинцов своих под крылья, и Вы не захотели. Матфея 23, 37. И апостол Павел в послании Коринфянам сказал, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не уменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Второе послание Коринфянам 5, 19, 20. «Приими это теперь за сказанное и к нам, ибо не только неверие, но и нечистая жизнь может произвести эту прискорбную вражду, потому что плотские помышления суть вражда против Бога». Римлянам 8, 7. «Разрушим же эту преграду, неиспроведнем и умертвим, дабы достигнуть блаженного примирения, дыбы опять сделаться вожделенными и любезными Богу». Аминь. Продолжение следует.